Скоро мы об этом поговорим. При этом Новом Завете Бог говорит, «Слава Богу, на меня не влияет ваша неправедность и неверность». Моей праведности и верности достаточно, чтобы позаботиться обо всём. Всё, чего я хочу от вас — веры. Верьте. Некоторым людям трудно это принять, потому что принцип Ветхого Завета — «делай хорошее — получишь хорошее, сделаешь плохое — получишь плохое». Эту истину, а при Ветхом Завете это было истиной, мы переносим сюда, в Завет Благодати, пытаясь сделать то же самое. Люди в церкви трудятся изо всех сил, чтобы, сделав хорошее, получить хорошее. Однако при Новом Завете вы получаете хорошее не потому, что вы хороший. При Новом Завете, когда Бог благ вам, это не потому, что вы хорошо поступали по отношению к Богу и людям. Бог благ вам, потому что Он благ. Чем больше вы будете доверять Богу и полагаться на Его благость, тем больше будете видеть её. Но если вы попытаетесь тяжко трудиться, чтобы исполнить определённые требования закона, думая, что ваше послушание истине, относящееся к Завету Закона, принесёт вам пользу при Завете Благодати, нет, ничего не получится. Если вы верите в то, что Бог любит вас, у вас есть необходимое оснащение для полного обновления. В пятой главе послания к Ефесянам, и мы ещё посмотрим это место, Библия говорит, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь. Но я не могу любить свою жену, как Христос возлюбил церковь, пока не наполнись любовью Христа ко мне. Зная, как сильно Бог любит меня, легко любить жену так, как Христос возлюбил церковь. Если же я не познал полноту любви Божьей ко мне, я не смогу любить ближнего, как самого себя. Тогда я вообще никого не смогу любить. Вы слушаете, что я вам говорю? Хорошо. Теперь надо выяснить, куда двигаться. Это вам всем понятно? Хорошо. Я наслаждаюсь тем, что говорю вам. Ну что ж, думаю, мы к этому готовы. Любить Господа всем сердцем и всем умом, и всею душою, и всею крепостью. Давайте посмотрим. Что же сделал Бог? Он всегда знал, что под законом никто не сможет любить Его настолько сильно и совершенно. Евангелие от Иоанна 3,16. Откройте это место. Какое решение? Бог всегда знал, что под законом никто не сможет любить Его настолько совершенно. Аллилуйя! Скажите, Аллилуйя! Прочтем Евангелие от Иоанна 3,16 вместе. «Ибо так возлюбил Бог мир». Я очень люблю слово «так». Бог так возлюбил мир. Бог так возлюбил мир. Эта фраза говорит о силе, с которой Бог любит мир. Так возлюбил мир. Сила, с которой Бог возлюбил мир. Откроем послание к кремлинам. Прочитаем 7 стих 5 главы. Итак, вот что Бог сделал. Он дал в Ветхом Завете заповеди о любви к ближнему и любви к Богу, и исполнение этих заповедей возможно через Иисуса. Определенным образом, то, что Бог дал нам Иисуса, будет иметь огромное значение в нашей жизни. Евангелие от Иоанна 3 глава. То есть послание к кремлинам 5 глава. Хорошо. Послание к кремлинам 5 глава 7 стих. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос, что сделал, умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Опять-таки, обратите внимание, в 9 стихе. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Восьмой стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И это не проявление моей совершенной любви ко Христу, но проявление Его совершенной любви ко всем нам». Жертва на кресте — свидетельство Его совершенной любви ко всем нам. Откроем 4 главу 1 послания Иоанна. Первое послание Иоанна, 4 глава. И 10 стих. Если вы открыли, скажите «Аминь». 10 стих 4 главы читаем вместе. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Еще раз. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога». Суть Нового Завета не в том, насколько вы любите Бога. Суть Нового Завета в том, насколько Бог любит вас. Вы все время слышите, как в церквях люди говорят, «Я так сильно люблю Бога». Однако тут ясно сказано, «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас». Потому что мы не узнаем, как нам любить Бога, пока не переживем Его любовь к нам. Посмотрите стих. Итак, главный акцент Нового Завета, Завета благодати, «любовь Бога к нам, а не наша любовь к Нему». Но посмотрите 11 стих. «Возлюбленные». Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Вы не можете любить других, не наполнившись прежде Божьей любовью. Любите его всем сердцем и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя. Но вы не можете любить своего ближнего, пока не узнаете, насколько Бог любит вас. Испытав же любовь, которую Бог имеет к вам, вы настолько наполняетесь этой любовью, что можете любить ближних. Послушайте, вы сможете любить не только своих ближних, но и своих врагов. Что же происходит? Является благодать Божья, и Бог говорит, «Я знаю, что вы не могли любить меня совершенно согласно закону, но вот что я сделаю. Я возлюблю вас, и дам вам благодать, которую вы не заслуживаете. Я буду любить вас, чтобы вы знали, как любить. Я научу вас любить под благодатью так, как вы никогда не любили под законом». Если вам это понятно, скажите «Аминь». Мы продолжаем и идем дальше. Послание к Кремлинам, 13 глава, 10 стих. Кремлинам, 13, 10. Прочтем этот стих вместе. «Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона». Таким образом, когда вы переполнены Божьей любовью, вы исполняете закон без усилий, само собой, потому что Слово Божие показывает вам, как любить. Обратите внимание на то, что здесь говорится. В своих попытках исполнить закон вы не способны это сделать. Под законом вы этого сделать не можете. Поэтому Писание говорит, «Любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть исполнение закона. Когда вы начнете наполняться любовью Божьей, когда вы получите понимание о любви Божьей, тогда вы сможете исполнить любой закон, который есть в Ветхом Завете. Вы сможете сделать все, испытав любовь Божью в своей жизни. Постигнув любовь Божью, вы сможете без труда исполнять любые требования закона. Закон уступает по значимости откровению о том, насколько сильно Бог любит вас. Закон становится таким слабым, став лицом к лицу с христианином, который знает, как сильно Бог любит его. Не так, что вы не делаете чего-то, потому что так говорит закон, но вы не будете делать греха по причине чудесной любви Божьей, переполняющей вашу жизнь. Вы не будете говорить, «Нельзя убивать, потому что так говорит слово». У вас просто не будет желания это делать по причине потрясающей Божьей любви. Вы не будете прелюбодействовать по причине Божьей любви к вам. Никакого иного Бога не будет пред лицом вашим по причине любви Божьей к вам. Писание говорит, что переживая любовь к Божью, вы сможете исполнить все требования закона, но этого вы сделать не сможете, не имея отношения с Иисусом. Понятно? Обратимся к Новому Завету. Послание к Евреям, 8 глава. К Евреям, 8 глава, 10 стих. Послание к Евреям, 8 глава, 10 стих. «Слава Богу». Ну а как это все работает, говоря с практической точки зрения? Послание к Евреям, 8 глава. Начнем с 10 стиха. «Вот завет, который завещает Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, «Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, «Познай Господа, потому что все, от малого до большого, будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более». Говоря, «Новый показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению». Вот о чем Бог говорит в этом Новом Завете, который, как Он сказал, заключит. Заметьте, в 10 стихе Бог говорит, «Вот завет, который завещает Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, «Вложу законы Мои в мысли их и напишу их на сердцах их». Давайте поразмышляем. Прежде всего, Бог не говорит, что напишет на вашем сердце 10 заповедей. В Новом Завете Бог говорит, «Вложу законы Мои в мысли их и напишу их на сердцах их». Что Он сделает? Он не станет писать 10 заповедей на вашем сердце. Так какие же тогда законы Бог напишет на вашем сердце? Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. Иоанна, 13 глава, 34 стих. Здесь сказано о законе, который Бог определенно напишет на нашем сердце Духом Святым, поскольку мы верующие во Христа. Евангелие от Иоанна, 13 глава. 34 стих. В этом стихе говорится, «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга. Как Я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому знают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». В послании к Кремлинам 3, 27 говорится о законе веры. О законе веры. Что значит, что Божий закон любви вложен в наши мысли и написан в наших сердцах? Прежде всего, Бог напишет на вашем сердце закон любви. Это новая заповедь. Закон любви будет написан на вашем сердце. На сердце каждого рожденного свыше человека Бог лично напишет закон любви. Вы будете знать его инстинктивно. Закон будет написан на вашем сердце, и вы инстинктивно будете знать, что именно так и надо поступать. поскольку этот закон написал на вашем сердце Бог. Если вы, будучи христианином, будете поступать неправильно в отношении кого-то, внутри вас поднимется ощущение, «Ты знаешь, что не должен так делать». Бог вложит в вас это инстинктивное знание. Как это выглядит, когда Божьи законы вложены в мысли и написаны на сердце? Прежде всего, когда Бог напишет закон любви на вашем разуме и на вашем сердце, первое, что произойдет, — вы сильно влюбитесь в Иисуса. Вы так сильно влюбитесь в Иисуса. Вау! После того, как вы влюбитесь в Иисуса, эта любовь будет переливаться во все ваши отношения. Если вы хотите убедиться, написал ли Бог свои законы на вашем сердце, то первое свидетельство этого — вы будете сильно любить Иисуса. Вы будете думать обо всем, что сделал Иисус. 12 стих. «Я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомину более». Вы размышляете о том, как Он может дать вам этот дар праведности, и как Он может не осуждать вас, как Он умер за вас, заплатив за все грехи. Вы думаете, кто делает это? И понимаете, как сильно любите Его. И вдруг ваша христианская жизнь становится такой, только вы и Иисус. Но такой Бог ее и хотел видеть. В Новом Завете Он не хотел, чтобы она была такой, как сейчас. Куча правил, постановлений, чтобы верующие судили друг друга, искали ошибки. Он хотел, чтобы это было между Ним и вами. Вдруг вы начинаете понимать, «Как сильно я люблю Иисуса!» Думая о том, как сильно Он любит вас, вам становится легче любить других. У вас появилось желание кого-то судить, и тут вы вспомнили, как сильно Иисус любит вас. Иисус, несмотря на то, как вы жили, тогда вам легко снисходительно смотреть на недостатки других, потому что, очевидно, Иисус был снисходителен к вашим недостаткам. Вы влюбляетесь в Иисуса. Я думаю, именно этот момент церковь упускает сегодня. Мы приходим в церковь, чтобы получить принципы для применения их в своей жизни, но не видим Иисуса. Я так сильно люблю Иисуса. И что происходит? Эта любовь переливается через край. Любовь, которую я испытываю к Иисусу, начертано на моем сердце. Любовь, которую я испытываю к Иисусу, переливается в жизни других людей, и вдруг начинает расцветать отношения с женой. Я спрашиваю, «Откуда это?» Это от переполнения той любовью, которую Иисус дал мне, и теперь я испытываю эту любовь к Нему. И вы говорите, «Вау!» Дальше эта любовь переливается на ваших детей. Вы любите их. Затем на тех, с кем вы работаете, а дальше на всех, кто вас окружает. Вы встречаетесь с людьми, и вы не хотите их напугать. «О, привет! Как хорошо, что я тебя встретил!» «А помнишь?» Вы обнимаете их, а они не поймут, в чем вообще дело. Любовь Божья переливается через край. Как вы думаете, что будет, если христиане начнут зависеть от этого переполнения любовью Божьей, которую Бог являет им, не цитируя сотни мест Писания? Являя эту любовь людям, они перевернут весь мир. И это самое важное. Вы слышите, что я говорю? Без всякой заповеди от Бога, без всякого повеления от Бога, вы снова влюбляетесь в своего супруга или свою супругу. И тогда послание к Ефесянам 5.25. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил в церковь». Вы сможете это сделать теперь, потому что знаете о любви Христовой. Раньше вы об этом не знали. Потому столько разводов в сегодняшней церкви. Люди пытаются любить своих супругов, но не могут, потому что не могут принять любовь, которая есть у Отца Небесного к ним. У них нет понимания о той любви, которая есть у Отца к ним. И они пытаются любить своих супругов, не поняв, как сильно Бог любит их. Я хочу, чтобы вы понимали, насколько сильно Бог любит вас. И тогда борьба заканчивается. Уже нет борьбы за исцеление, нет борьбы за преуспевание, нет никакой борьбы, потому что вы убеждены, «Бог любит меня». И раз Бог любит меня, я теперь могу любить других людей. Я теперь могу делать то, о чем говорится в послании к Ефесянам. Жена может любить своего супруга, поскольку знает, что Бог любит ее. Но если вы пытаетесь любить кого-либо без знания о том, насколько Бог любит вас, тогда это борьба. Это борьба. Послание к Кремлинам 13 глава. Вернемся туда. К Кремлинам 13 глава. Я не хочу вам наскучить разговорами о любви, но вам надо к этому привыкнуть. Потому что любовь — это самое могущественное из того, что вы можете иметь как христианин. Я люблю принципы и благодарю Бога за них, но думаю, что принципы не принесут вам никакой пользы. Если вы не начнете с главного, пожалуйста, поймите, о чем я говорю. Я не против принципов. Мы все живем согласно принципам, и это нормально. Но как вы можете жить по принципам, не имея понимания о самом основном, о самом главном в нашей жизни? А это понимание любви, которое есть у Бога к нам, и понимание, как эта любовь приводит меня к тому, что я люблю Иисуса больше всего. И теперь те принципы, которые у меня были, начинают работать. Поскольку я созерцаю Христа и смотрю на Него в каждой из дней своей жизни. Христос — моя мотивация. Он дает мне желание действовать. Каждый раз меня потрясает мысль, посмотрите, что Он сделал для меня. Если Он сделал для меня все это, то будет ли Он что-то удерживать от меня? Я думаю, что нам надо проводить много времени в размышлениях о той любви, которую Бог имеет к нам. Когда я убежден в том, что Бог очень благоволит ко мне и глубоко любит меня, когда я убежден в этом, тогда абсолютно ничто не может остановить меня, потому что Бог любит меня. Аллилуйя! Послание к Кремлинам, 13 глава, 9-10 стихи. Послушайте. «Ибо заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие, заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближним узла. Итак, любовь есть исполнение закона». Вы слышите, что говорит апостол? Когда у вас есть понимание любви, тогда вы сможете сделать все остальное, что должны делать. Если у вас будет правильное понимание любви, у вас будет правильное понимание обо всем. На самом деле, приняв Божью любовь, вы не только будете без труда исполнять закон, но и превзойдете его. Не только исполните, но и превзойдете. О чем я говорю? Суть Нового Завета — иметь близкие, динамичные отношения с Иисусом. В этом его суть. Закон ниже по позиции. Он может лишь приказать вам не прелюбодействовать, однако не может сделать так, чтобы вы любили своего супруга или свою супругу. Он может приказать вам не блудить, и вы можете остаться дома и не пойти в ночной клуб, но он не может сделать так, чтобы вы, оставшись дома, наслаждались общением с женой. Вам понятно, о чем я говорю? Он может приказать вам оставаться в браке, но не может сделать так, чтобы вы хотели оставаться в этом браке. О чем я говорю? О том, что слова Святого Духа намного превосходят то, что говорит закон. Если вы попытаетесь исполнять закон без подсказок от Святого Духа, то вы скажете, «Ладно, не буду прелюбодействовать, но жену я не люблю». Но когда живы под благодатью Божьей, Господь говорит, «Я помогу тебе не прелюбодействовать, и еще я покажу тебе, что надо сделать, чтобы влюбиться в свою жену». Я скажу тебе, когда обнять ее. Я скажу тебе, когда надо с ней поговорить. Я скажу тебе, что надо делать, и она будет откликаться определенным образом. Дух Святого будет подсказывать тебе, и я дам тебе то, что закон не может тебе дать. Я покажу тебе, насколько жизнь по водительству Святого Духа превосходит жизнь по закону, потому что при такой жизни исполнение закона становится элементарным. Я покажу тебе, как исправить свой брак, и ты не захочешь прелюбодействовать. Закон запрещает прелюбодействовать, но не показывает, как любить. Да. Да. Итак, жизнь под водительством Духа Божьего. Жизнь под впечатлением от той любви, которую Бог имеет к тебе, когда ты не боишься. Когда тебе не приходится жить в беспокойстве, ты знаешь, все будет хорошо, потому что ты связан с Богом, который смотрит на тебя, как на зеницу ока своего. это хорошо для меня. Может, куда-то меня не пригласят проповедовать, но это хорошо для меня. Это прекрасно, просыпаясь утром, знать, что Бог в любви не только дал мне сон, но и разбудил меня. Вы понимаете, о чем я говорю? И я ничего не делаю в своей жизни без водительства Духа Божьего. Я хочу уделить немного времени разговору о том, как это делать на практике. Братья и сестры, Бог будет давать вам водительство, говоря ваше сердце. Если вы в растерянности и не знаете, что делать, загляните в свое сердце. Загляните в свое сердце, потому что все, что касается ваших отношений с Богом, есть в нем. Ответы всегда там, в вашем сердце. И потому загляните в свое сердце, и тогда вы обратите внимание на то, на что не обращали. Позвольте Духу Божьему вести вас, позвольте Ему направлять вас, позвольте Ему привести все вашей жизнью в спокойное состояние. Позвольте Ему сделать вашу жизнь мирной и спокойной. И тогда, возможно, вы не станете делать все то, что казалось таким необходимым. Вы будете получать удовольствие от того, что делаете все по Его водительству. Поэтому каждый день проводите время в размышлении о том, как сильно Бог любит вас. Читайте местописания о том, как сильно Бог вас любит. И пусть эта любовь переливается в отношения с другими людьми. Пусть ваше ежедневное хождение с Богом будет наполнено ощущением счастья от общения с Духом Божьим. Чтобы узнать Его водительство, загляните в свое сердце. Это для христианина безопасно. И не беспокойтесь о том неправильном, что вы делаете. Просто оставьте это все. Я хотел зайти в свой офис сегодня, но в моем сердце не было желания этого делать. Это не моя работа. Моя работа — быть здесь, в присутствии Господа. Готовясь к тому, чтобы напитать вас словом, не таким словом, из-за которого вы будете бегать, но таким, которое глубоко укоренится в вашем сердце. Так что, когда вы выйдете отсюда, вы скажете, «О Боже, я услышал то, чего не слышал раньше». Давайте верить, что в вашу жизнь придет сегодня уровень покоя. Отец, я благодарю тебя за покой. Аллилуйя! Пусть туда, где был стресс, придет покой и мир. И, Отец, мы благодарим тебя за то, что мы можем полагаться на Иисуса. Аллилуйя! Мы можем жить в покое и мире с Иисусом. Мы любим тебя всем сердцем и всем умом, и всей душой. Как мы это делаем? Мы можем это делать через тебя, Господь. Ты любишь нас, и ты учишь нас, как любить. Ты учишь нас, как любить тебя всем сердцем. Учишь нас, как любить тебя всей душой.